У нас Lexus сломался, а Lexus не ломаются, да, говорили они. В общем, вчера такая ситуация была, приехали к шашлычке, да, кто-то хотел шашлыка купить, и там просто течка образовалась, антифриз вот так на асфальт, добрая порция антифриза вылилась. Я предполагаю, что, возможно, там клапан на помпе сработал, вот как у меня было в прошлый раз. Ну, Женя сейчас посмотрит, да, что случилось. Вчера, в принципе, вот я сюда 5 литров залил после того, как течка была, то есть там практически все выбежало в радиатор, ну и бачок пустой был. Что там, Евгений, скажешь? Скорее всего, это патрубок между головками. Патрубок между головками? Интересно. Ну, так, кстати, там я вчера смотрел, пусто было, ну, в смысле этот. Вот она, макро, да. Отсюда? Вот этот шланг самый злой... Чей? А там ничего нету, да? Пусто? Да. Эгэй! Нет, кстати, есть там. Он как бы не пустой. Нет? Нет, он просто по этому, по нижней этот. Вот он он, этот проклятый шланчик, который бежит. Смотрите, там прям отверстие. Та-ра-та-та-ра-та-та-та. Ой, там срач, смотри, какая под ним. Ку-ку. Вот он и бежал, лопнул. Нам нужен шланчик. Заказываем. Есть такие шланги в оригинале, есть такие шланги усиленные идут. Сейчас закажем. Так, а сейчас мы еще посмотрим мою машину, потому что, по-моему, за зиму там ходовка сказала привет. Вот. И нужно еще маслаки будет менять, но это будет отдельное уже видео по маслакам. Сейчас посмотрим ходовочку, купим, что нужно за зиму, думаю, там все рассыпалось. Но амортизаторы сто процентов менять нужно, потому что, по крайней мере, передние уже подушки загремели. Че скажешь, Евгений? Пыльник, гранаты вижу. У-у-у, сережечки. Или че это? А суппорта? Суппорташечки. Ну, суппорташечки, ладно. Серьги норм, да? Странно. Я думал, кстати, на них, если честно, что им конец пришел. Сайлент-блоки. Посмотри, кстати, кардан еще. Норм. Норм. Кардан. У вас лицо. Задний редуктор, да? А, нет, с этого. Привод. Привод задней гранаты. Походу, этот, как он? Сальник. Сальник привода. Сальник привода. Сзади вроде ничего не гремит. Суппорт. А, нет, это этот. Нигде, да, ничего? Я думал, я его оторвал нахрен. Оказалось, нет. Вот, повезло. Вот где это? Он у тебя вот эта банка вся. Да, банку надо менять однозначно. Это я согласен. Сережа, как я ее сварил, так она уже ржавела. Сколько лет прошло. Надо поменять. Ну, да, стойки походу и чашки 100%. А так ходовка норм, да? Угу. Ну, зашибись. Я думал, к деньгам. Вот это вот гремит то, что. Ну, это же не родные суппорта. Суппорта у меня от Альпарда стоят. Вот сейчас чашку посмотри, верхнюю, 100%. Ей пришел конец. Так-то стойки не бегут. Сухие. И, да, а вот чашка кончилась. Мотор стоит. Чашкам, да? Ага. Ну, вот две чашки. Заодно и подшипники сразу. Чашечки. Причем вот эта, да? Больше. Ага. Подушки вроде целые. Ну, вот. Норм. Она и скрипит. И вон эта там резинка порвалась. Угу. Ушла. Поэтому и геометрия, да, слетела? Вот оно. Потому что, когда едешь, у меня машину ловить нужно. Да. Тянет. Потому что оторвало, короче, мне этот. На подушке резинку, на чашки. Ок. Все. Тогда чашки получаются. Амортизаторы вроде живые, да? Прикиньте, амор там почти 6 лет. Китайские. Фирма. Ромейдер. До сих пор живые. В шоке. Просто повезло. Ну, и стартер нужно поменять. Потому что, что-то он, это, не всегда цепляет. Стартер я уже взял. Наверное. Тоже поменяем. Так, что у нас тут? Силиконовый шланг новый пришел. Промежблочный. Смотрите, толщина какая. Ну, этот явно надолго хватит. Шлангчик пятеру такой стоит, если в что. Давай, втыкай. Ну, и все. Вот он на месте. Синий плюс 5 лошадиных сил. Есть еще красный плюс 7 лошадиных сил. Но нам столько не надо. Нам 5 хватит. Все, собираемся обратно. Вот такой вот шланг, который много неприятностей может принести. До которого хрен долезешь. Так, теперь моя машина. Замена стартера Lexus RX300. 99-й год. Снимаем вот эту крышку, снимаем фильтр. Тут три болта. Выкручиваем и снимаем вот этот короб. Тогда будет доступ к стартеру. Сейчас все покажем. Сняли мы короб. И вот он наш стартер. Стартер держится на двух болтах. Там фишка. Еще отключаем фишку. И снимаем. Выкручиваем два болта. Вытаскиваем стартер. Ставим на место другой. В принципе, все быстро вот так вот происходит. Ставим плиту назад, прикручиваем все и готово. Заводим, едем, радуемся жизни. Да, Елена? Больше не будем протекать, да? Все. Так, ждем, прогреется. Там вот это все. Дольем антифриз и все, поехали. Все, теперь тут легко. Наверное, фишку, да, наверное, отключить сначала. Ага. Два болта на 14. А вот тот, да, достать. А нет, смотри, Женька вообще красавчик. Приезжайте к нам на истол. Вот так. Сбоку там тоже болт. Ловно 12, да? Угу. Откручиваем одну фишку и все. Обязательно не забудьте минус отключить. Отклеиваемый. Вот он наш труп. Давай второй. Вот этот труп, а вот этот новый. Ну как новый, свежачок, да. Кстати, смотри еще. Вот эта штука, она от Альпарда идет. И там есть один нюанс маленький. Вот поставь рядом их. Обратите внимание на фишки. Эта фишка выходит наружу, а вот эта вовнутрь стоит. Так что вот, если что. Ну, в принципе, все должно подойти. Прикручиваем все. Да, сейчас уже все. Работает? Да. Ну и все, собираем все назад. Короб, все дела. В общем, Тбилисская 36. Жене номер оставлю в описании. Приезжайте к нам, мы на СТО делаем. Тойота подобное все, да. Лексусы, Тойота. Ну, желательно Лексусы, конечно. Ну и Хайлендеры. Продолжение следует...